Повесть Время Бармаглота Глава Дом Кастор и построил Джек 2 За авторством Дмитрий Колода Болтая ногами, Джек сидел на ветке своего дерева и смотрел на море. Вечер подкрадывался незаметно. Солнце сияло в небесах, но на западе над горизонтом виднелся влёплый диск луны. Там же тёмной полоской собирались тучи. Ночью будет ливень, а возможно и шторм. Джек чувствовал его приближение. В порывах солёного бриза, в шелесте листвы на его дереве и криках чаек. На пляж лениво накатывались тяжёлые волны. Поскрипывала приоткрытая дверь. Хижина Джека стояла на дощатой платформе между двух крепких ветвей. Крошечный домик никаких удобств. Ему приходилось разогревать на газолиновой горелке вместо кровати свалявшийся в спальник. Зато дом он построил сам, и здесь был лучший вид на побережье. По крайней мере, Джек себя в этом убедил. Дерево росло на вершине округлого холма. Коряжистое, с морщинистой корой, величественное и одинокое. Песок у корней усеивали крупные жёлуди. Осыпались они по ночам, стуча по крыше хижине ритмичным тум-дум. Под утро к дереву приходили дикие свиньи. Поедая лакомство, они громко похохатывали. Спать под эти звуки было сложно, но Джек привык. Когда Джек только строил дом, он выложил камнями на склоне холма цифры от 1 до 12. Вместе с тенью дерева получились огромные солнечные часы. Главное, не забывать, что стрелка здесь движется в обратную сторону. К этому привыкнуть оказалось сложнее. Сейчас стрелка тень замерла рядом с цифрой 4. Значит, время к 8 часам. На коленях у Джека лежала газета двухдневной давности. Первая полоса была целиком посвящена происшествию в весёлых пончиках. Убийство Моржа не на шутку всколыхнуло город. И в первую очередь всех интересовала личность героя, уничтожившего механо-органическое чудовище. Слухи ходили разные. Одни утверждали, что имела место полицейская операция. Эксперт со связями сообщал, что создано особое подразделение выслеживать и уничтожать моржей. Десятки констемплей, замаскированных под обычных горожан, прямо сейчас рыщут по улицам и скоро с моржами будет покончено. А там придёт черёд и плотника. Другие говорили, что человеком устрицы и прикинулся Джек. Кто ещё мог стрелять так ловко и метко? На этом особо настаивала официантка, которая узнала его даже в таком виде. Полиции многозначительно отмалчивались. Как всегда, когда они не знали, что происходит, самый очевидный ответ не пришёл в голову никому. Вернее, никто не мог в него поверить. Человек-устрица с пистолетом убивает моржа. Совет старейшин первым заявил, что они не имеют к этому отношения. Но если суммировать факты, выходило, что за смертью моржа в самом деле стоит человек-устрица. И действовал он на собственный страх и риск. События, мягко говоря, необычные, выходящие за рамки. А раз так, скоро его отголоски докатятся до Джека не только в виде газетных сплетен. Это он знал наверняка. Джек потёр виски. Виски. Хотя он приноровился читать местные газеты без зеркала. У него быстро уставали глаза и начинала болеть голова. Отложив газету, Джек посмотрел, куда указывает стрелка тень. Город развалился на холмах, как диковинное чудище. Рваная линия сиреневых многоэтажек расплывалась за пеленой смога. Это было странное место. Лабиринт узких переулков и тупиков, пересохших каналов и затопленных улиц. Царство изломанных домов, словно отражённых в кривом зеркале. Город, где каждый не в своём уме. И скоро Джеку предстояло туда наведаться. От города к его дереву ввела грунтовая дорога. В ей начале Джек разглядел клубящееся облако пыли. Оно было ещё далеко, но быстро приближалось. Джек потянулся и стал ждать гостей.